Привет, у микрофонантика, мы продолжаем играть в Judgment Apocalypse Survival Simulation и со времени окончания предыдущего эпизода прошло несколько игровых дней. Я все-таки решился на перестройку базы, чтобы сделать нормальную арену для того, чтобы принимать демонов. Поставил я посередине хижину, чтобы было куда прятаться, и у нас тут будет такой внутренний круг из частокола. Это будет первый этап строительства, впоследствии у нас будет три круга частокола и будет, соответственно, три дорожки. Три дорожки, чтобы демоны путешествовали по ним, и мы их спокойненько расстреливали. Вот так. Но есть определенные проблемы. Во-первых, у меня окончилось почти что уже дерево на моей карте, и я уже высаживаю тут такие вот леса, самосад, короче говоря. Будет у меня их две штуки, и по принципу двуполье у нас будут ребята работать, вырубать эти деревья. Ну и еще у меня также возвращается группа Альфа из большого рейда. Очень был такой длинный рейд, я весь запад практически вычистил и кучу ресурсов собрал. Я думаю, они мне очень-таки помогут. Еще к нам приходили торговцы, и я купил еще один автомат Томпсона, так что у нас сейчас будет два вот этих автомата. очень хороших. Так что я думаю, мы будем отбивать вполне себе успешно. Добеги демонов. Так, что нам взять у Барда? А, ну вспомнил, я короче его хотел как раз в заметность базы немного прокачать. Вот, минус 20% будет у нас скрытность. 26 в день у нас заметность растет. В настоящий момент это очень много. Ну у нас в принципе и человек 15 уже. В предыдущем эпизоде мы довели вот нашу колонию до такой отметки. Так, а Майя? Майю я прокачиваю сейчас в собирательство. Она у нас очень профессионально выкачивает воду из колодца, так что здесь выкачивает. Вот у нас сразу же ресурсы подросли. Сколько у нас дерева? 254. Отлично, кучу брюбин нам принесли. Сейчас мы будем все это дело достраивать. Так, доски у нас 62. Давайте еще сделаем. Больше досок, ну и окружаем домами всю нашу базу. Точнее всю нашу арену. Так, еще один дом у нас тут пойдет получится, да? Ну-ка, сейчас подожди, я померю. Да, у нас будет тут еще один дом. Ширина будет, то есть радиус арены будет 8 клеток. Примерно. И дальше раз, значит, второй дом. И вот тут у нас будет такая вот стеночка. Вот примерно так. Раз. Тут, правда, вот у нас алмазы. Не знаю, что с ними делать. Либо их убирать, или чем. На них, в принципе, можно строить вот частокол, да? Но потом его придется убирать, или как вообще? Дом тут тоже можно построить. Давайте построим что. Наверное, они останутся, да? То есть они не убираются. Сейчас я вижу, что они еще остались. Можно потом будет дом убрать. Только как я запомню, что у меня тут алмазы. Это, конечно, вопрос. Вот эти ресурсы маленечко мешают. Но, в принципе, у нас вот по центру такая сформировалась удачная зона для этой арены. Так что, я думаю, все хорошо получится. Так, сейчас еще один домик тут у нас войдет. Раз. А потом уже придется забор ставить, либо перестраивать. Вот так вот. Ладно, наверное, забор поставим. У нас демоны будут входить вот здесь. То есть специально поставил такую дорожку. Так, и чистокол сейчас запланируем сразу же. Как-то вот у нас так он идет. Тут у нас радиус 2. И дальше вертикально. Вот, сначала, короче, внутренний радиус делаем. И можно будет уже тут демонов-то принимать, в принципе, в этом внутреннем радиусе. Около вот этих уколев можно будет присесть. Еще мешков тут накидать. Короче, говоря, все будет топово. Так. Примерно вот так вот это все будет, да? Подожди, я вход тут хотел сделать ведь, да? Ну-ка, подожди-ка. Нет, у нас будет, короче, вход вот внизу, во внутренний радиус. Потом у второй, у второго ряда чистоколы вход будет вот тут. Я вот мешки положил, чтобы обозначить, где будет вход. И у третьего радиуса вход будет внизу. Ну и, в общем-то, демоны входят на арену сверху. Примерно так. Все это дело запланировано у нас. Вообще, если, я думаю, не сидеть на базе постоянно, а в рейды ходить почаще, то у нас средствами проблем вообще никаких не будет. Но строительством тоже кто-то должен заниматься. Как только у нас люди уходят в рейд, у нас начинается просадка по еде. Так, слушайте, а тут стоит поставить? Ну да, как-то так вот будет. Все, кончились у нас доски. Недостаточно ресурсов. Запланируем еще побольше. Так, деревья у нас, конечно же, кончились сразу же, да? Да, бревен больше нет. Ну-ка. Запрос с помощью. Так, окей, понятно. Очередной у нас запрос с помощью. Да, доски. Сейчас пойдем помогать. Пока что нападение на нашу базу не случилось. 74% уже скоро. Мы пойдем успеем спасти этих ребят, бедолаг. Так, Стефани защитник у нас. У нас куча защитников гребанных. Стефани, я думаю, тоже будем прокачивать. Автоматическое оружие пока что. Скорость атаки и урон будут не лишними. Так, куда идти там? Тебе рано событие. Дожди. Реально, куда идти-то? Нифига себе. То есть сюда надо идти спасать. Запрос с помощью. Лол. Это нормально. Может быть, мы, если успеем дойти, то и квест заодно выполним. С одной стороны. А с другой стороны... Тогда мы не успеем нашу базу задевать, если что. Так, левелап еще. А, Стефани-то не до конца качнул, да? Окей. Как-то так. В общем, надо думать тут. Так, собрал я группу. Попробуем дойти. Если не успеем, то, в принципе, можно будет загрузить сейв. Ничего страшного. Так, пришли сюда. Идти далеко. Пока, в принципе, ни разу еще не было, чтобы я был вот в реге, вот на этой карте, да, путешествий. И у нас возникало событие нападения на базу. Но. Да, но вот враги уже приближаются. Так, лесок это хорошо. Все, атакуем. У меня одни огнестрелы тут. Никаких нет рукопашников. Нормально, слушайте. Быстро очень справляются. Да, только как база будет отбиваться сейчас. Вопрос помощи. Благодарны они за помощь. Иди нафиг. Будет мою базу спасать. Так, выполняем квест. Блин, со всех сторон это, да? Она у нас страдает. Лечим. Все. Просто в лоб всех расстреляли к чертям. Так, вот надо человека спасти. То есть надо найти его. Какой-то чувак со сломанной ногой должен где-то быть. Где же ты, дружище? Как обычно в углу каком-нибудь. Вот он вверху. Анна у нас будет клетку открывать. Остальных я сейчас около грядок посажу. Ну а чтобы они не с этой стороны нападали. А все что ли? Нифига себе. Я думал еще какие-то демоны пойдут. Так, и что? Поиски адских врат. Перед смертью сильно искалеченный выживший рассказал вам о своей работе в секретном исследовательском оккультном центре. Он также заявил, что при выполнении одного из ритуалов что-то произошло не так. Что пошло не так, в итоге образовался разрыв, превратившийся в портал, который они назвали адские врата. Через них адские отродья и пришли в этот мир. Что-то как-то не банально назвали этот разрыв. Пока ваши оккультисты пытаются разобраться, что все это значит, и планируют отыскать эти самые врата, ваше поселение посетила странная группа выживших, называющая себя рекрутерами. Они обещали безопасное убежище для всех, кто присоединится к их группе, однако вели себя странно, как будто были под веществами или гипнозом. Никто из вашей группы не захотел пойти с ними. Эта встреча оставила жгучее желание убедиться, что лагерь хорошо защищен. Короче говоря, очевидно, эти рекрутеры, они загипнотизированы демонами, и они пытаются наших ребят-то увезти, найти адские врата северо-запад. Так, хорошо, нападение. Экспедиция нашла нечто, что, по их мнению, является адскими вратами недалеко от секретной базы. В окрестностях слишком много отродий, поэтому подойти поближе практически невозможно. Кроме того, колесообразную структуру окружает практически невидимый барьер. Угу. Лагерь этим временем окружила группа демонов и уже пробирается сквозь лес прямиком к базе. Фига себе, это у меня еще двойная группа демонов сейчас будет. Так, северо-запад это вот вот эти места. Вот оно. Адские врата. Короче, я так понимаю, не успеваю я назад. В общем так, если я не успею назад, то придется мне загрузиться, ну и потом мы просто пропустим вот этот момент. Он будет без записи, когда мы спасем выжившего во второй раз. В итоге группа все-таки успела дойти до базы, но они не успели в нужные места встать. Вот в чем. Так что сейчас мы попробуем попробуем затащить. Буквально не только подошли вот. Режим, короче, обороны включился раньше, чем наши ребята успели занять позиции. Вот в чем. Прикол там. Так, вот это она Юля не успевает, да? У меня еще ребята подраненные вернулись. С рейда там. Юля, тебе конец, по-моему. Да. Беги-беги. Так, кто их может полечить? Да, мудрик, я успел, по-моему, в последний момент полечить. Нет, не получилось. Сейчас попробуем еще раз спасти Юлю. Куда-нибудь надо ее заторить подальше. Чтобы никто не достал вот сюда, например, да? Я вообще в дом посадил. Так, вроде я никого не забыл. Да, вроде все нормально. Все идут на нужные места. Так, Майя надо подальше. Макса сюда. Юля идет сюда. Хорошо. Так, у нас, по-моему, Рич с автоматом. И Берта с автоматом. Вперед их. Это будет тяжкое, наверное, сражение, потому что тут у нас два картонаха. Четыре картонаха. И все, да? Больше картонахов нет. Но четыре это жестко прям. Блин, гребаный картонах, а? Ненавижу тебя. Вон, Макс офигачит. Ладно, подальше. Давай, тут стой тогда. Макс у нас держится как-то. Чудом. Нет, не будем убирать мы ее. Кроме Рича никто не попадает по нему. Ладно, стой тут. Фиг с тобой. Так, Маня, иди сюда. Фиг с огонь, а? Убейте уже кого-нибудь. Капец просто. Ого, нормально. Картонахов, картонахов, гребаных растащили мы. Так, Макса убираем тогда. Еще один пришел. И все, нормально. Да, ну а, слушайте, уже достраивать там эту фигню. То есть здесь уже обороняться не очень удобно становится. Ткань, демонит, как обычно, фигня какая-то. Министерство спасения. Вам удалось отбить нападение, но что-то странное было в этой атаке. Слушайте, так это у нас еще и не главная атака была. Вам удалось... А, то я читал. Одно из существ сжимало в руке миниатированную модель вашего поселения. Все намекает на то, что нападение на лагерь не было случайным. Как обычно демона будто бы целенаправленно атаковали именно вас. Исследователи уже выясняют, в чем дело. В вашей же группе необходим новый приток сил. 15. Мне уже 15. Похищение. Новые члены группы, такие же выжившие, как и вы, все они были рады к вам присоединиться. Вы чувствуете, как ваша безопасность растет вместе с увеличением численности. Но сейчас выяснилось, что двое из группы пропали. Вы обнаружили неподалеку следы борьбы. По-видимому, они были похищены рекрутерами, которые были в очередной раз разбили свой лагерь по соседству, конечно. Вы организовали отряд для помощи пропавшим людям. Сходите в лагерь к рекрутерам и проверьте, действительно ли эти сумасшедшие похитили ваших людей. окей. Окей. Клиши они. Кто еще там? Да. Сейчас надо решиться, короче. У нас все подранены. Кто отправится спасать? Сектант, сектант. Что значит действить? количество и 20 сектантов? Серьезно? Они, наверное, с палками там. А с говномы и палками, я надеюсь. Так, более-менее вот живые ребята у нас сейчас отправятся. Пистолетов не хватает. Так, автомат можно взять. Вместо пистолета Берта уже с пулеметом. Все, все вооружены хорошо. Надо только еще броню отдать одному. Тогда точно все хорошо, да? Ну что, попробуем? Попробуем освободить. Посмотрим, что за сектанты. Они еще и Эрика угнали, который у нас ученый главный. Так что, по-любому, надо как-то мстить. Да, стычка. Стычки обычно проходят именно так. То есть, мы сразу же появляемся около демонов и расстреливаем их. Ускоряем. Да ладно. Вот оно, второе нападение. После первого мы просто остались на базе на этот раз. Потому что первое-то было, оно как бы плановое, а второе уже квестовое. Про квестовое я немножечко забыл, потому что никакого предупреждения не висит. Пошли в оборону. Правда, мы подранены, опять же, после первого нападения. Но ничего, надеюсь, все будет хорошо. Да, мне бы сейчас вот орлов нафармить, вот этих пустынных пистолетов. но пока что не хватает минералов. Я, в принципе, поставил на базе уже карьер. Но пока времени добывать там нет, потому что были ребята в рейде. Только вернулись. Короче говоря, после спасения выживших мы будем крафтить уже пистолеты. Так, Рич, слушай, что ты у нас тут сидишь-то? Давай-ка Андрюху пошлем на передовую там. Стефани сюда. В принципе, тут что, эти жнецы? Не такая уж и страшная партия. Квестовые армии, они вообще-таки послабее получаются, чем те, которые приходят по плану, потому что мы, видимо, по квесту слишком медленно идем. Так, давай скуботом остались демон и жнец. И все, остался один жнец. Нормально. В какой-то веке уже справились с ними. Дальше мы будем готовиться к рейду за нашими похищенными. Сейчас я в лазарете полечу. Парочку, ребят. Потому что мы, когда из рейда вернулись, там очень много лекарств мы нафармили. Теперь можем себе позволить. Так, Эрика не будем лечить. Кто у нас еще? Грейс. Так, Андрей, Джон, Берта. Так, Рича мы с собой возьмем, Анну с собой возьмем, да? Стефани тоже с собой возьмем, Бардом. Наверное, не надо. Грейс фиг знает, пока так. Пока так, что полечимся. Ну и как вы уже, в принципе, догадались, по поводу вот этой арены, конечно же, все будет не так. Я пошутил, на самом деле. это уже подумал и придумал другой вариант. Мы же с вами хотели сделать что-то типа бутылочного горлышка. Вот такое горлышко мы и будем делать. Короче говоря, вот тут мы ставим бочки. Это у нас будет вход. Тут можно, в принципе, даже больше не делать. Так, и дальше вот сюда. Так, вот пару бочек. Ну и тут уже не будут, в принципе, в открытую входить. Как-то так вот. Так, со второй стороны. Вот, я думаю, как далеко делать вот такую узкую штуку. Наверное, не очень далеко. Наверное, хватит пока что двух клеток, да? А потом уже будет расширение. Или три сделать? Три или... Давайте сделаем в принципе три. Вот так вот. Дальше пойдет небольшое расширение. Так, с этой стороны тоже. Ну, наши ребята будут где-то тут стоять. То есть, монстры будут входить, идти сюда. Тут они тоже будут бегать, бегать, бегать и приходить уже вот сюда. Здесь у нас будет вход. Ну, для демонов будет вход. Наши ребята будут вот снизу с этой стороны входить на эту арену и по стеночкам, по стеночкам вот так вот добираться до своих мест. где-то так примерно. Так, наверное, еще одно. Далее, далее у нас будет уже все это дело вот так вот опять сужаться. дальше демоны сюда зайдут, упрутся в стенку и тут у нас будет еще одна область, где у нас будут ребята стоять. Но, возможно, мы сюда пока никого не будем везти поначалу-то, пока у нас будут с двух сторон люди, вот с этой стороны и с этой стороны. Тут пока будет пусто до поры до времени, пока не понадобится. Так, что у меня там по доскам-то осталось? Уже совсем ничего. вот, и дальше мы поведем уже лабиринт. Так, вот три штуки дам. Вот так вот дальше пойдет. Вот. Все, кончилось. Кончилось дерево. Короче говоря, будет как? Вот тут у нас будет как раз стеночка и тут у нас будут ходы для наших выживших. да, вот они где-то будут тут вот идти, сюда приходить. А демоны будут вынуждены вот здесь вот идти. И вот потом сюда они пойдут, потом сюда, 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 сюда и потом придут сюда. Короче, надеюсь, вы поняли примерную идею. Надеюсь, все получится, но опять же, это у нас долгострой. Механическое оружие. Эрик у нас уже супер прокачан и в исследованиях, и в стрельбе. Наверное, будем темное оружие качать. Урон плюс 10%, то дальше еще больше урона. Уклонение, наверное, нет смысла, фермерство тем более. У нас кроме исследований ничем не занимается, так что темное оружие пойдет. Что у нас там полечились, ребята, да? Можно уже, в принципе, собирать наш убойный отряд. Так, Джон пойдет, Берта идет, Анну тоже берем, Грейс тоже пойдет. Только стрелков, наверное, возьмем в этот раз. Так, сколько их получилось-то? Еще одного надо брать. Вот, пойдет еще у нас Рич с автоматом Томпсона. Итого у нас только стрелки идут в этот поход. Пошли. Посмотрим, что там за рекрутеры. Так, вот же я, что, пять взял, что ли? Что ты будешь делать, а? А нет, все нормально. Шесть человек, что-то я подумал, что отображается всего лишь пять. Просто иногда окошки поздно обновляются. Все, дошли. Вот так сразу, да? Третий лагерь тут. Что-то я даже не знаю. У нас, в принципе, аптечки есть. Даже наборы хирурга. Так, а где мне вход-то тут они сделали? Они там уже идут, патрулируют. Еще мы ворвемся. так. Они тупые, короче, они даже не там не занимают позиции, чтобы уклонение у них было. Так, да-то плохо сейчас у нас аптечкам. все, нормаль. И подходим. Один сектант остался. Да, ебки, че ж они убить-то не могут. да как-то не полечил-то. Во. У них там еще несколько групп. Карта, слушайте, большая, такая же, как у нас, походу. Да, примерно. Примерно такая же. Или они все такого размера. Даже когда мы демонов идем бить. Как назад. в принципе тут хорошее место, чтобы как бы обороняться. Спасибо, как говорится, что построили нам такую халяву. Так, грейс, сюда давай. Так, нормаль. Еще завалили. сколько в сумме там уже завалили. Так, там три человека. Эй. Надо было одним подманивать. Что-то я рянулся всей партией зачем-то. У них там что-то с глушителем есть, да? Я так по звуку понимаю. Мне бы пригодилось. надеюсь, они нам оставят эту пушку. Все, короче, давайте мы тут встанем и быстроногий рич у нас сейчас будет приманивать. Так, она у нас полхп. Надо тогда рича полечить. Где у нас рич? Вот он, рич. Все, пошли. Да, наверное, лут это будет куча с этого лагеря. Пушкин интересно, если на деревню напасть на тот муравейник, то примерно такая же будет, наверное, да? У них тут, конечно, хорошо все организовано. Это что такое вообще? Дождевая ловушка? что-то я боюсь, он не успеет убежать. Так сколько длится там 20 секунд всего лишь? Черт, где же они все? Я их нашел. Может быть, не всех, но... Да-да-да, они идут. Все, увидели. Валим. Да иди, придурок. Встал он там на месте. Так, явно убрать надо. Берта пусть идет. В принципе, с оставшимисями мы и так, наверное, справимся уже. Бесятих укрытий. так, надо опять реча лечить. Отлично. Можно ускорить. там еще какой-то знак. Слушайте, а нам как раз выживших спасать. Я что-то уже забыл, что мы спасаем своих. домик. домик, значит, да? Домик это неплохо, конечно. Давайте около бочек. Около бочек встанем, и Анна у нас пойдет освобождать. Как самая дохлая. Наверное, больше никого не будет, мы всех убили. Да. Георгий. А, у нас же несколько. У нас же двое пропали там. Так, а Георгий может сражаться сразу же? Да. Он только у нас с луком. но лук олимпийский, так что неплохо у него, дальность большая. Дальность, по-моему, 8 лука. Вот еще одна клетка. Да нет, мы всех убили, наверное, что там. Да, отлично. Сейчас еще немного побегаем, вдруг кто-нибудь есть. Мало ли чем. Нет, походу, лута не будет с этого лагеря. Что-то я подозреваю, что нас прокатит с этим лутом-то. Все, точно никого нет. Ну, такой себе улов. 30 металла. Ритуал освещения. Поиски лагеря рекрутеров и ваших людей были несложными. Вы уничтожили жесткую, жестокую порку, а вы учинили жестокую порку этим похитителям. Возможно, этот идиотизм теперь прекратится. Неудивительно, что подобные инциденты происходят в столь непростое время. Тем временем, на базе оккультная команда готовится ритуалы освещения. Освещение, которые необходимы для дальнейшего использования кристалла серы. Это наши, что ли? Вы помните, ритуал освещения в магическом круге? Так, я не помню, у меня магический круг это вроде бы самое простое, да, что есть? Да, вот он. Ритуал освещения. Мистическая лоза. Мистическую лозу и видел, но она хорошо охраняется, где-то тут она была. Я помню. Так, это травы. Где-то, короче, вот, да, вот она. Мистическая лоза. Хотя, в принципе, не так уж и она охраняется хорошо. Можно добыть, в общем. Так, разведка, да? Разведка это плохо. Надо Анну заменить. Вот Георгия возьмем и пойдем разведку уничтожим. Наверное, я сейчас опять на фарм отправлюсь в долгие и за нырём, чтобы ресурсов у нас побольше было, чтобы стройка у нас не так долго продлилась. А то я с этой стройкой, блин, уже сколько эпизодов сижу. По крайней мере, сейчас появился хоть какой-то план для базы. Да, вся игра, заходите в группу ВК и сбрасывайте скрины своих баз. Там уже некоторые люди начали это делать. Будет очень интересно рассмотреть у кого какая. Ну и сравните свою базу с остальными. Тоже неплохо. Ссылка на группу в описании. Так. Ну, всё, в принципе, нормально. Разведка была простая. Возвращаемся на базу. Досок 11 у нас, да? Да, придётся всё-таки идти в фарм. Мне вот интересно, когда у меня будут добываться минералы, потому что я уже карьер там как бы поставил. Надо, кстати говоря, вот эту убрать. Овощную ферму у нас тут ни к чему плохо стоит. Я лучше ещё одну поставлю вот тут вот. для красоты. Для красоты и удобства. Всё, ребята вернулись. Пришли к нам тут торговцы. Предлагают мне продать священный пистолет. У него, в принципе, урон не такой уж большой. 13,9 в секунду, но зато у него точность 100. Видите? Хорошая штука, на самом деле, но у меня никто не может пока что экипировать святое оружие. Нет ни у кого такого перка. Так, ещё интересная штука тут проклятие Марии. Редкий предмет. Выберите выжившего и прочейте получение навыка проклятия Марии. Что за проклятие ХЗ? С игре можно почитать, да? Нет, нифига, нельзя почитать. Они ничего не пишут про него. Броня святого, но это всё уже дорого. В общем, покупать нечего, продать. Фиг его знает. Можно металл потихонечку продавать. О, шкуры можно продать, слушайте, в большом количестве. Куда нам столько? Мы их фармим и фармим. Я уже в один большой фарм поход сходил. Сейчас вот не знаю, где брать глину, потому что она кончается как бы. Не то чтобы кончается, она уже кончилась. То есть, минералы я добываю, например, да? А для глины что строить, хрен его знает. Просто карьер, швили, на пустом месте. Мы залежим минералов только. То есть, на пустом месте нельзя. А глиняные карьеры тут не выжим нигде. Тут кровавые рубины, металлическая руда. Еще рубины, еще минералы. Короче, хз. Где брать глину? Это вопрос. Только в фарм походы разве что ходить. Деревья почти уже все вырубил по краям. Теперь у меня уже новые растут потихонечку. так, это я что, слушайте, нет, нет, случайно. Так, еще что у нас тут? Эти дерева тоже надо вырубить. Ну и, в принципе, вот у нас как-то так это будет выглядеть. То есть, здесь у нас будут стоять ребята. Еще мы тут еще завершим немного конструкцию. Придется мне переносить кое-какие вещи. например, придется перенести вот этот мистический цех куда-нибудь другое место. Вот. Ну и дальше у нас будет еще вот сюда вот ходы для демонов, конечно же. Да, как-то так. Ну, чуть пониже будут они продолжаться там. Так, что мне опять не хватает там? Кирпичей еще не хватает. Слушайте, вообще внезапно атака. То есть, даже не было предупреждений никакого. Что, сейчас так будет, что ли? А, нет, подожди, все нормально, все нормально. Как раз это и есть предупреждение, что-то уже глючит меня. Еще у меня постоянно лагерь, который рядом находится, просит ресурсов, а у нас их нет. Вот, муравейник просит лекарства. Мне пока саму не хватает. Я уже второй раз им отказываю. Ну, пока не отказываю, конечно, но скоро отказ сам собой примется. Потому что мы лекарства просто не умеем делать, как бы, сами. Брать их тоже негде. Так, вот эти ребята у нас попали, по-моему. Очень серьезно попали. Зря я сюда послал вырубать деревья. Надо отменить слишком далеко ходить. Нафиг. Надеюсь, успеют. Да, успеют, в принципе. Хотя, если слева будут набатать, то могут и не успеть. Не, если не будет падших ангелов, то могут и успеть. В принципе, все, залетаем. Так, один падший ангел есть. Да. Потом собака стреляет тех, кто тут ходит. Ну, благо, не сильно больно он бьет. Так, ребята, идем, да? У нас картонах опять. Что-то их мало сушить в этот раз пришло. Они меня что-то все меньше и меньше уважают. Маленькие какие-то армии присылают. Так, откуда у вас стрельба идет? Что-то на Максу? Да. Гребаные падшие пытаются... Так, картонах очень быстро на самом деле. Давай, Стефани. У нее, если что, аптечка есть, блин, еще картонах гребаные. Стефани может попасть. Серьезно встрять. Надо кого-то посадить и помогать. Например, Анну. Опачки. Успел. В картонах не успел никого подамажить. Так, гребаные пальцы сейчас будут меня напрягать вот с этого ракурса, да? С этого угла. Так, анну убираем. Наверное, на дрель переключится, да? Да. Так, мое вообще надо убрать отсюда. Как мне, толку никакого. Так, Стефани опять полюбая идет. Остался падший и там еще два падших. Давай-ка мы выйдем этого ангела нашпигуем. Так вот, без вас. Все, обратно давайте. По диагонали они стрелять не умеют, так что норм. Да, как обычно. Короче, пошли так их завалим. Да или они мне. Макс у нас там страдает. Так, где Макс-то? Вот он. Георгий полечи Макса. Нормально. Все, отбились таки. Хорошо. Ну, че ж, я думаю, на этом мы эпизоды закончим сегодня. Весьма он насыщенный был. Мы лагерь этих еретиков или каких там оккультистов, как их назвали там? Сектанты, да? Лагерь сектантов нагнули, так что эпизод прошел не зря, я считаю. Ну и в принципе вы поняли, как у нас тут все будет обстоять с нашей аренкой там. Так что думаю, в следующем эпизоде мы по крайней мере вот один угол достроим и уже можно будет тут принимать демонов. Ну че ж, на этом все. Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, вы ждете продолжения по этой игре на канале. Ну а с вами был Антик. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok